Добрый день, коллеги! Меня зовут Гаврилин Олег. Собственно говоря, о чем я хотел сегодня поговорить. Мы все точно знаем, что, в общем-то, наверное, мечтой любого подводного охотника, любого фридайвера является возможность продуваться, компенсировать давление под барабанной перепонкой, не хватаясь при этом рукой за нож. Есть ряд счастливчиков, которые, в общем-то, обладают способностью к спонтанной компенсации. Большинству людей приходится за нос хвататься. И это, в общем-то, достаточно сильно снижает эффективность нырка, дестабилизирует положение тела во время погружения и так далее. Ну и, в общем-то, вынуждает нас тратить достаточно большое количество энергии. В принципе, существует такой вот девайс, который называется зажим для носа. Ее можно вот так вот сделать, вот так вот одеть, таким голосом разговаривать смешным. Но, в общем-то, использование такого зажима позволяет нам совершенно спокойно подавать избыточное давление во внутреннее ухо под евстахиевые трубы. Но, как мы точно знаем, если мы зажмем себе нос, то мы не сможем компенсировать разницу давления в подмасочном пространстве, что чревато достаточно серьезными травмами глаз, когда мы ныряем глубоко. Поэтому, как бы, если ты ныряешь в маске, то ты хватаешь рукой за нос рану, там раз какое-то время. Если ты ныряешь с зажимом для носа, то ты не можешь использовать маску. Соответственно, очки ты тоже не можешь использовать. Почему? Потому что тогда ты не сможешь компенсировать разницу давления под очками. Ну, существуют какие-то разные альтернативы, когда используются очки, у которых неподмасочные, подочковые вот это пространство заполняется заборной водой. Жидкость, как известно, не сжимаема, но тогда мы теряем остроту зрения очень-очень серьезно. Ну, если для фридайвера это простительно, потому что ему надо видеть лишь кусочек веревки какой-то, вдоль которой он осуществляет свое погружение, то для подводного охотника эта история точно не работает. Здесь же, в общем-то, мы смотрим, что у нас есть вот такой высокотехнологичный зажим. Я о нем немножко попозже поговорю. Есть вот такие две маски. Если использовать какую-то из этих масок, только какую-то из этих двух масок, никакая другая модель не подходит, конкретно с данным конкретным зажимом, то у нас происходит что? Мы можем достичь следующего эффекта. Смотрим, да, у нас у каждой маски здесь очень по-хитрому сделан абсуратор. Вот тут он достаточно жесткий. Здесь у него такая вот имеется в виду зона, сделанная из намного более тонкого эластичного силикона гипоаллергенового, который позволяет нам мягко обрабатывать крылья носа. Если мы одеваем вот этот зажим для носа вот сюда, вот так вот его защелкиваем, собственно говоря, в таком положении мы можем погружаться. И этот зажим, он здесь немножко подпружинен, на самом деле, вот в этих местах. Не знаю, насколько это видно, не видно, я потом постараюсь показать на более крупном плане. И когда мы погружаемся, и у нас возникает необходимость продуть уши, поддуть уши, мы подаем на нос, либо там, пользуясь методом продувки волсалва, либо методом продувки френзель. Сначала у нас воздух, который мы подаем в нос, встречает сопротивление зажима и идет обратно в носоглотку, и, в общем-то, отщелкивает наши евстахиевые трубы. Если мы чуть-чуть посильнее, если мы продолжим подавать давление в нос чуть-чуть посильнее, зажим у нас отжимается и начинает пропускать избыточное давление в подмасочное пространство. Ну, то есть мы можем совершенно спокойно, используя вот такой вот незамысловатый набор, осуществлять погружение, не притрагиваясь руками к носу, и одновременно, в общем-то, имея возможность компенсировать разницу давления в подмасочном пространстве. Потому что, повторюсь, только вот такой вот набор позволяет нам все это сделать. Выглядит все таким вот образом, сейчас я еще раз покажу. Вот так вот берем масочку, вот так вот точнее немножко, чтобы он был покомпактнее, подщелкиваем на нее вот этот зажим для носа. Очень сильно зажимать не надо, он держится здесь благодаря расклиниванию вот этому. И, собственно говоря, ныряем. Когда ощущаем необходимость компенсировать давление в ушах, делаем выдох в нос. Разницы давления нам хватает для этого. Ну, тут, наверное, просто немножко сползает, надо было посильнее надеть, потому что внутри нет носа все-таки мы его... Значит, нам хватает разницы давления. Если мы чуть-чуть посильнее будем это делать, то зажим чуть-чуть отщелкнется. И, в общем-то, нам хватит избыточного давления для того, чтобы компенсировать давление под маской. Не знаю, будет видно или нет, я сейчас попробую вам этот эксперимент показать. Наверное, если получится снять более крупно мое лицо и будет слышно вот этот звук, то давайте попробуем сделать это. Так, сейчас я попробую одеть на себя этот зажим. Просьба не смеяться, потому что, когда одеваешь такой зажим, конечно, становится очень похож на Гитлера, но... Ну, что делать, это шоу-бизнес, ребята, короче говоря. Вот, я его одену и попробую продуться. И, возможно, мой микрофончик сможет уловить на тот момент, когда у меня воздух, наверное, начнет вырываться из-под зажима, и реально попадать уже под маску. Маску я одевать не буду. Вот, я одеваю зажим, вот я достаточно плотного защёлнул. Вот, у меня продулись уши. Если я продолжу подавать давление, будет... Я думаю, слышно, наверное, был вот этот звук, когда зажим начинает разжиматься, и воздух через верхнюю часть ноздрей, наверное, начинает выходить под маску. Ну, то есть, если бы на мне была бы одета маска, можно было бы продемонстрировать это. Я единственное, что могу сказать, пока у меня не было возможности как-то прям очень мощно всё это испытать, но у меня вот тут за стенкой есть испытательный бассейн на нашей замечательной компании Tetis Pro. Наших коллег девятиметровая труба такая. И я нырял вот в этой маске с таким нажимом, но я могу сказать так, что до глубины 9 метров я совершенно спокойно компенсировал давление и в ушах, и давление в подмашенном пространстве. Мне для этого не нужно было прикасаться ни к носу, ни делать каких-то иных движений. В общем-то, и было снято видео. Мне кажется, что это случается. В общем-то, что вам такие вот такие вот, чтобы как-то так выросло это инослим, с ними поистиной того, что ты пиджал и струй. Это не совсем не так, что ты никому не поместил. О, то, что ты пиджал, и такое как-то так, что я вам покидал. Борус. У нас их костюль, у кого-то еще не будет. Рассказано. Субтитры сделал DimaTorzok